Всем привет! Сегодня завершающее видео из серии итоги 2020 года и оно будет посвящено лучшим палеткам уже не бюджетным. Я назвала это видео премиум палетки, люксовыми я не могу их назвать, потому что у меня в принципе всего лишь две люксовые палетки и я их купила не в 2020 году и они вышли задолго до 2020 года. Но эти палетки все же не бюджетные, они более дорогие и в основном, наверное, они относятся все же к премиум сегменту. Все, что дорогое, но не люкс, я считаю, что это называется премиум. Предыдущее видео у меня было посвящено бюджетным палеткам, там было у меня выбрано 6 лучших бюджетных палеток 2020 года. Забегая вперед, я хотела бы сказать, сколько всего палеток у меня появилось в 2020 году. Что-то я купила, конечно, большую часть я купила, кое-что мне подарили, но пиар-рассылок не было. Всего в 2020 году у меня появилось 43 палетки. Я что-то не смогла найти, сколько всего появилось у меня в 2019. Возможно, когда я буду делать видео про статистику и там я еще сравню и скажу вообще, сколько всего у меня палеток, наверное, надеюсь, я не забуду. Поэтому, возможно, я к тому моменту найду. Я все-таки буду считать уже в январе, потому что мне нужно, чтобы каждый день все было четко посчитано. Да, и еще такой момент. Я все-таки разделила видео о палетках на два, бюджетные и небюджетные. Всего бюджетных палеток в 2020 году у меня появилось 17, а небюджетных 26. Не намного больше, я вам скажу. Я думаю, что если сравнить это как-то с 2018-2019 годами, то у меня там было совсем мало бюджетных. Я в 2018-м как-то переключилась больше на палетки подороже. Я очень рада, что бюджет догоняет прям хорошо. Молодцы. Я буду показывать палетки по размеру. Значит, сейчас я быстренько покажу их. Вот они у меня тут все. Кто-то уже что-то там узнал, наверное. Я сейчас буду просто их по размеру показывать и говорить, почему я считаю эти палетки лучшими. Поехали! Самая маленькая палетка, которая у меня появилась в 2020 году, и она относится к лучшим. Это палетка от бренда Наташа Денона, которая называется Мини Ретро. Эта палетка в итоге мне досталась бесплатно, потому что она пришла с разбитым рефилом, и у нее еще крышечка разбита. 2020 год я бы назвала годом палеток от Наташи Денона для меня. И вообще, в принципе, я в 2020 году стала покупать Наташу Денону. И вообще, сколько у меня палеток Наташи Денона, кстати, уже на сегодняшний момент. На сегодняшний момент у меня 9 палеток от Наташи Денона. Когда я делала видео в конце лета о магии теней Наташи Денона, там у меня было их, по-моему, 6, с тех пор появилось 3, вот так. То есть, Наташа Денона прям ворвалась в мою жизнь, и я вступила в эту секту свидетелей Наташи Деноны. Палетка эта мне, наверное, понравилась больше всех из тех, которые вышли в 2020 году у Наташи Деноны. Из тех, что появились в 2020 году, у меня вот Мини Ретро, Мини Зенду и Глэм. Глэм я уже проверила, когда делала видео палетка на проверку, я там кое к чему придралась. При этом я все равно люблю эту палетку, но я не могу ее выбрать самой лучшей. Мини Зенду тоже, знаете, вот я не знаю как, вот когда начинаешь о ней говорить, кажется, что она такая офигительная, офигительная. Но когда я вот думала, чтобы выбрать ее лучше, я не смогла ее выбрать лучше. Ну, то есть, к лучшему я не могу отнести, не знаю. Опять это эмоции, хотя мне кажется, что вот если говорить о качестве, то они примерно одинаковые. Ну, вот эта палетка у меня вызывает гораздо больше эмоций, положительных, естественно. И мне очень нравится ей краситься. Было время, я прям часто достаточно ей красилась. Очень милая, маленькая милашка. И если вот я сейчас ее посвочу, что я сразу забыла сделать, я не знаю. Ну, мне кажется, здесь столько всего крутого в этой палетке. Все так красиво смотрится. Смотрите, какая красота. Я не знаю, каждый оттенок здесь прекрасен. Он такой вот естественный, естественный. Лучшая палетка 2020 года. Дальше у меня тут лежат две маленькие палетки, которые все ругали. Это палетки от бренда Huda Beauty. Это в оттенке Mint. Это в оттенке Lilac. Я примерно одновременно их купила. Сначала я купила эту, она мне очень понравилась. Невероятно сильно понравилась. Она для меня открыла пастельные оттенки. И потом я заказала эту. Она сильно пылит, но все равно мне она очень нравится. Я нашла способ их держать, чтобы было видно их цвет. То они все отражают. Знаете, бывает вот ругают некоторые палетки, тени. И я понимаю за что, но меня, например, это не смущает в этих палетках. Вот здесь, честно говоря, я вообще не поняла, почему вообще люди к ним придрались. И реально ругали эти палетки. Может быть, всем казалось, что пастельные оттенки должны быть менее пастельными. Я не знаю. Мне они очень понравились. Они для меня оказались открытием, наверное, да, открытием года, потому что я стала интересоваться пастельными тенями. И я поняла, что я, оказывается, ими могу пользоваться. Мне нравятся ими красятся, они прикольные. Я их реально признаю лучшими палетками 2020 года. Дальше у меня идут вот эти две палетки. Я делала на них повторные видео палетка на проверку. И вы знаете, я их считаю лучшими за 2020 год. Давайте так, в хронологическом порядке. Сначала вышла эта. Она вышла в январе 2020 года. Здесь сами по себе очень интересно подобранные оттенки. Они очень такие вроде как бы естественные и близки к реальности такой. Но они необычны в плане того, что они все в одной палетке. Это такая нюдовая... Так, у меня рука не высохла, что ли? Мне вроде бы высохла. Вот, у меня мизинец плохо проехал. Короче, все равно красиво, смотрите. Люблю эту палетку. Я все же поняла, что я ее серьезно полюбила. Мне очень нравится, как получается с ней краситься. И когда я делала палетку на проверку с этой палеткой, то у меня там получился такой красивый красноватый такой мау в макияж. Я считаю, что он просто один из лучших вообще, которые мне удавалось сделать в этом году. И вообще, она мне нравится. Есть какие-то моменты, ну, я их не помню, честно говоря. Я вот сейчас вот задумалась. Я не помню, что за такие моменты. Что-то здесь шло не так. Все здесь так. Все супер. Она мне очень нравится. Это, безусловно, лучшая палетка 2020 года. Вторая палетка. Я на самом деле, конечно, когда делала палетка на проверку, я снова стала краситься непонятно как. Я что-то там, как обычно, начала пытаться накраситься так, как не получается. Но каждый раз, когда ей красишься нормально, то есть не так, как не подходит мне, то получается все супер. Очень она мне понравилась в итоге. Мне очень нравятся здесь все цвета. Давайте я посвочу эти вот. Вот, боже мой, они такие красивые. И вот этот вот Mantis, несмотря на свое дурацкое название, ну, просто потрясающе, мне кажется. Просто супер вообще. Ну, вообще офигенная вообще палетка, мне кажется. Очень красивый получается макияж. И если, конечно, не противоречить своему подтону, как это несколько раз пыталась сделать я, и оставить плохой оттенок D.O.B. Одна из лучших палеток 2020 года. Точно. Некоторые матовые, конечно, в этих обеих палетках не очень хорошо тушуются, но они все равно тушуются. То есть, такого не бывает, что они вот прям залипли и не двигаются. Все-таки они тушуются. Чуть-чуть повозился. Ничего страшного, иногда люблю повозиться. Я не против. Я вот тут, конечно, их решила не распределять по уровням. Я не знаю, как это... Не давать им никакие места, но, знаете, может быть, я сейчас-то и смогу сделать. Лучшая палетка, которая будет на третьем месте, но при этом лучшие, это вот эти две. Лучшие палетки на третьем месте, эти две. Лучшие палетки на втором месте, вот эти три. Три малышки. И на первом месте лучшие будут три палетки тоже. Начну, наверное, с той, которая раньше всех вышла. Конечно же, это бренд Dominic Cosmetics Latte 2. Не могу сказать ничего про нее плохого. Я ее люблю. Она мне очень нравится. У меня есть подробный обзор на эту палетку. Да, я вообще много раз ее упоминала. В этом году это единственная палетка, которая вышла у бренда Dominic Cosmetics. Надеюсь, хотя в 2021 они что-нибудь все же выпустят. У меня были только претензии к вот этому оттенку, потому что это просто такие вот блестки. Но ничего страшного, потому что он все равно красивый. И смотрите, как красиво он переливается. Единственное, что он чуть-чуть темноват, темнее, чем кажется здесь. Но вообще здесь очень интересно. Здесь такие вот холодненькие коричневые. Здесь можно пользоваться как румянами. Я вообще люблю бренд Dominic Cosmetics, поэтому если вы об этом знаете, то поймите, что я не могу быть объективной просто, ну просто никак. Просто когда-то они меня покорили и все. Я думаю, такое вот со многими бывает. И что, опять заехала они на тот оттенок. Ну, короче, вот вы поняли. Ну, вот этот вот, кстати, мятный. Я не знаю, многие ругали. Я не очень поняла, чего от него ждали. Вот он какой он здесь, вот он такой и на глазах. Может быть, кто-то показывал его в более каком-то выгодном свете. Ну, вот посмотрите, вот он у меня на руке. Мне кажется, он такой же, как и здесь в палетке. Можно его чуть-чуть наслоить. Нормальный, обычный, хороший. Красота, короче. Я люблю эту палетку. Да, это одна из лучших палеток 2020 года. Следующую палетку я тоже очень полюбила. Это, наверное, открытие этого года. Бренд Sigma Beauty Untamed. Я слышала, что Sigma стали лучше по сравнению с прошлыми годами. Что они становятся все время лучше и лучше. То есть, они изначально были хорошими и становятся все лучше и лучше. Эта палетка просто какая-то невероятно сказочная, которая вызывает у меня трепет с ее потрясающими, просто потрясающими оттенками. С такой офигительной подборкой. Знаете, вот как будто бы они прочитали мои мысли и разместили в эту палетку вот те оттенки, которые я хочу. Я вот не знаю даже, вот, ну как так. Так, вот, посмотрите, какая прелесть. Я такие клевые сейчас оттенки послушала. И тоже можно сделать макияж использованием только этих оттенок. Есть тут, конечно, какие-то такие моменты, что там что-то чуть-чуть слабее, чем ты думаешь, что-то чуть-чуть сильнее, чем ты думаешь. Но она потрясающая. Мне очень нравятся какие здесь крутые переходные матовые. Здесь нет коричневого цвета. То есть, она такая универсальная, но при этом нет коричневого. Ну, в общем, крутая палетка, я ее очень полюбила. И последняя палетка. Самая большая у меня сейчас здесь. От бренда Narvina или Anastasia Beverly Hills Narvina 4 том. Вот эта розовая красавица. Я ее очень сильно полюбила. И периодически я ей крашусь, даже несмотря на то, что у меня появляются новые палетки. Здесь, конечно, есть некоторые оттенки, которые мне кажутся лишними для меня. Это вот такие вот ворвиглазные розовые. Ну, вот и этот вот тоже, да. Притом, что вот такой мне нормальным кажется. Он более такой, я не знаю, он более естественный, что ли, розовый. Но вот она такая красивая. Здесь такие красивые цвета. Я не знаю, здесь один просто лучше другого. И это все так красиво смотрится. Единственный, конечно, минус, мне кажется, что это последний крутой релиз. Я все розовые посвочила. Последний крутой релиз от бренда Anastasia Beverly Hills. Я не знаю, что они еще такое смогут сделать, что хоть как-то приблизиться к вот этому, ну, и к некоторым прошлым их выпускам. Помню, что я просто увидела, что вот она выйдет, и я ее сразу заказала. Кстати, она мне досталась дешевле, потому что был разбит. Было два рефила разбитых, и, думаю, если бы им не вернули часть суммы, то есть она так стоила где-то около пяти тысяч, а она мне вышла где-то тысячи за три, наверное. Ну, крутая, очень я ее люблю. Суперская палетка. И очень жаль, что у бренда так сейчас все фигово. Но я надеюсь, что они как-нибудь воспрянут духом. Получилось, что восемь палеток из премиум-сегмента, выпущенных в 2020 году, я выбрала лучшими. Я не думала тут ни о каких цифрах, знаете, бывало раньше, там, в 2018 люди выбирают 18 лучших палеток, в 2019 – 19 лучших, в 2020, я думаю, 20 лучших. У меня получилось 6 бюджетных лучших палеток за 2020 год, выпущенных в 2020 году, и 8 премиум-палеток. Но у меня к концу года появилось еще 3 палетки, которые я еще недостаточно успела изучить. Я вообще, считаю, практически не успела изучить. И, естественно, они у меня никак не отнеслись к видео итогам года. Я им посвящу время уже попозже. Обычно, если я купила палетку в самом-самом конце года и не успела ее протестировать для того, чтобы она у меня попала в итоге года, то получается, что все, она уже не попадет никогда в итоге года. Такая участь постигла вот эти две палетки, которые вышли в прошлом году, то есть они вышли в 2019 году. Но я их показала у себя на канале уже в начале 2020 года. Это Smashbox, кстати. Smashbox, которая называется Star Power. Вот это. И Vina Success Holidays. Показала я их уже в 2020 году. Но понятно, что это не релизы 2020 года, чтобы они попали куда-то в итоге. То есть вот просто так получается. Буду ждать комментарии от вас. Какие палетки вы считаете самыми лучшими из более дорогого сегмента, из тех, что вышли в 2020 году? А может быть просто из тех, которые у вас появились в 2020 году? Это видео у меня предпоследнее в этом году. Следующее видео будет с ответами на вопросы. То видео уже будет последним у меня на канале. В этой серии по итогам года уже вышло 5 других видео. Там были у меня и палетки для лица, и пудры цветные, и бюджетные палетки, и всякое разное. Короче, вы можете посмотреть, все это будет в плейлисте. А на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем спасибо за внимание. Пока!